Здравствуйте, мои дорогие! Давайте на этих картах посмотрим ситуацию в вашем пространстве. Есть ли враги? Кто там, друзья? Посмотрим. Так, у нас тут король Пентакли. Давайте смотреть. Есть ли враги в вашем пространстве? Посмотрим. Вот это такой вопрос, да, то есть никто ли не мешает сейчас вам идти к тем вашим целям, которые вам, ну вот, как на судьбе, судьбой предназначено получить. Есть ли мешающие, совсем мешающие враги? Башня. Сидят тут какие-то в разрушениях башни? А что это такие? Что-то, знаете, что говорят? Вот переборщили враги эти, что-то сделали такое, что хотели вас, да, разрушить. Естественно, получили себе разрушение. Все очень просто, утрировано, и уже было такое сто раз, да, нечего лезть. Ну, были, были тут ребята, которые пытались. А кто такие, мы сейчас будем смотреть. У нас тут восьмерочка идет. Пентакли, вы работу делали. Боже, они уже так, знаете, как надеялись, что получится. Опять история старая. И получили эту башню, сидя сейчас в своих тревогах, разрушениях и морочат себе голову, что дальше делать. Вы знаете, они не оставили. У них сейчас какая-то мстительная такая энергетика, что вот отомстить. А знаете, что вы какую-то башню таки пережили. То есть тут человек меня смотрит, который имеет за плечами опыт пережить какой-то хаос, пережить какие-то негативные события в вашей жизни. Вы вывели себя на тот уровень, когда вот это хаотичное движение, когда после разрушения особенно, да, вы смогли превратить в состояние благости, исполнения желаний и постепенной проработки себя как Личность. Хорошо. Ну, а сами враги, кто они были? Кто сейчас в этих разрушениях сидит? Вы-то получили от них вот такой вот толчок, да, который всколыхнул вас. Ну, по сути, это где-то сродни тем, что никто не нарушил вашу душу, да, которая всё-таки пошла дальше развиваться. Посмотрим, что там за враги, кто они такие, кто сидит в этих разрушениях. Кто это? Кто это? Ну, видите, как в кости играют. Пошли дальше. Пошли дальше. Они не остановятся. Они затевают что-то новое. А кто они такие? Тройка мечей. Их как минимум... Видите, как скрестили три меча. Больно им от того, что у вас что, в жизни там всё, наверное, лава живётся. Кто они такие? Вот он один какой-то есть человек. Сидит, набрасывает какой-то план. Делает даже первые шаги. С кем-то общается до того, чтобы вам навредить. Это какие-то махинации, которые начинает человек. Махинации с документами. Пишет вам, возможно, что-то, да. То есть, если вы сейчас получаете сообщения от каких-то неизвестных людей, имейте в виду, что что-то затевается. Какой-то трешняк. Возможно, даже уже было какое-то у вас такое. Что-то строчит, видите, на компьютере. Может, также готовить какие-то кляузы, какие-то жалобы на вас. Вот такая личность. Ну, прям вот не даёте вы им покоя. Ну, ты посмотри. Вы уже примерили, вот видите, как, сколько, 4 пары новых туфель. Видите, вот красивые такие. А итог такой, что они не успокоились. Почему так говорят? Ну, значит, прошло какое-то время. Вы уже могли прожить, пережить и забыть. А вот тут есть такие люди, которые не дадут покоя ваши успехи. И вообще то, что вы тут на этой земле ходите. Хорошо, кто вы? Вот кто они такие? Давайте посмотрим, кто они такие. Ну, идёт 15-й старший. Заключали договор с дьяволом. Дьявол такой хитрый парень. Знаете, с ним заключить договор – это себе во вред. Поэтому ребята могут, конечно, ошибиться с выбором партнёра. Окей, хорошо. Возможно, у них и получилось в первое время. На вас воздействовать, да? То есть у вас какие-то дела не шли, да? Вы что-то чувствовали на себе. Или же действительно были какие-то обманы со стороны людей, и вот эти манипулятивные такие внедрения в ваше пространство. Вы это могли ощущать. Что-то такое затевают. Хорошо. Ну, посмотрим сейчас, что затевают. Мы сейчас будем смотреть, кто же они такие, с дьяволом заключившие договор. Появляются новые идеи. Знаете, новые идеи. Кто они для вас? Вот кто они для вас? Ну, идут три каких-то человека. Находятся от вас на расстоянии. Возомнили, что они есть звезда, но они какие-то отголоски. Отголоски какого-то света вашего. Ну, хорошо. Давайте так оставим, посмотрим, кто они такие чуть позже, чтобы было понятно. Давайте просмотрим, что они там затевают, почему вот этот печатающий здесь на машинке направлен сейчас. Внимание, прожектор на него. Что такое? Что они там затевают в вашу сторону? Так. Они хотят, что затевают в вашу сторону. Сейчас посмотрим. Что-то связано с мужчиной. Так, а что они хотят? Что они делают? Что они делают вам? Двойка. Они перекручивают информацию какую-то. Они какие-то махинации делают с чем-то. С чем они махинации делают? Не выйдет. Вам дороги перекрыть. Вы видите, как? Был у нас здесь шут, да, который шел, и он перевернутый, выпал. Единственная карта перевернутая. Какие-то дороги вам перекрыть. Смотрите внимательно, потому что тут какие-то обманы могут идти вот именно с что-то сообщениями. С какими-то сообщениями. То ли вы их вскрыли сразу. Тут солнце идет. Что они еще затевают? Затевают что-то? Семья. Что они затевают? Ну, такие хитрые, ехидные люди. Готовы платить деньги, которые у них есть. Готовы нанимать человека, который сможет воздействовать на вас. Офигели. Он просит больше. Он просит больше. Говорит, я не пойду на нее вот с вашими копейками. Окей, и что? Дальше будет какой-то результат? Будет какая-то справедливость в плане? Так, сейчас. Слушайте, там интересно так получается. Человек на расстоянии определит вашу силу. Кто вы? Ну, тут, в общем, идет ситуация такая, что императрица на вас выпадает. Выпадает на вас справедливость. То есть он будто бы какую-то правду о вас узнает. И начнет искать пути обхода этой ситуации. Я про человека, к которому они обращаются. Силу. Они как-то силу вашу хотят забрать или что? Так, смотрите внимательно. Все-таки идет контакт какой-то с человеком. Если у вас будет контакт с человеком, через этот контакт заберется сила. Это что-то... Это на расстоянии идет. Это магия какая-то? Королева. Пентакли. Да. Да. Что-то идет такое. Что должно произойти? Какой-то контакт. Коннект. Ответ. Ваш ответ. Ваша ответная реакция. На сообщение. На какой-то контакт. Это вы знаете, когда человек-вампир. Да. Ему нужно, чтобы ему ответил кто-то. Ответил так, как он хочет, чтобы подпитаться. Тут идет вот это вампирство. Это как минимум. Дальше, если брать чуть больше, это идут манипуляции с различными документами, с различными воздействиями на других людей. То есть вранье какое-то, кляузы и так далее. То есть вот это. Вот главное, чтобы вы ответили, чтобы было видно, что вы псих. Если превсилюдно. Или же тут есть еще третья ступень воздействия. Люди могут реально поддаваться искушению, помогичить на вас, чтобы забрать силу. Они думают, что на этом топливе, на вашей силе, смогут далеко проехать. Да, они используют это как разменную монету, эту силу. В общем, нужно законнектиться, говорят. Вот я говорила о том, что какой-то ответ. Они хотят получить ответ, ответную реакцию. Вот тогда у них пойдет все. Они уверены. Они прям очень этого хотят. Готовы ждать столько, сколько нужно. Но хотят побыстрее, конечно. Странные личности. Очень странные. Что нам на это ответят? Ха! Действительно странные личности. Они будут лететь в бездну, как глупцы. Их поглотит эта бездна. У них ничего не получится. И вдогонку им, видите, летит конвертик с сообщением. Ну, страдание ждет их. Но они, смотрите, в цепях сидят и договариваются о чем-то. Они что-то такое, знаете, как какой-то механизм, который не остановить. Вот они лишаются чего-то и опять продолжают вам вредить. Опять чего-то лишаются. и опять продолжают вам вредить. Они... Их скоро вообще не станет. Но они сделают так, что прям вот кто-то, последователь, будет вам вредить. Это какая-то капецная ситуация, девочки. Угу. Терка идет. Мечевая. Люди, которые постоянно носят маски, следят за вами, скрывают свои истинные лица. И здесь постоянно идет какое-то жесткое вранье. Подставы. Ну, такие, знаете, не очень хорошие личности, которые готовы на все. им не хватит сил. Я не понимаю вообще, как у них хватает ума лезть на вас. Их обесточивают до нуля. Но они идут в таком обесточенном виде и опять вредят вам. Вот такая вот идет инфа. Им постоянно дают, видите, как выбрать. Они как в постоянном выборе. Они в вечной спячке, в своей злости находятся. Подождите, тут есть какой-то эквивалент земной этим энергиям? А то кажется, что какие-то магические войны. Покажите мне. Земной эквивалент этим энергиям. Блин. Четыре жизни показаны. Четыре игры. Ой, ну тут какая-то магия у нас. Угу. Им дают возможность выбрать. Они выбирают постоянно один и тот же вариант. Мстить. Боже мой. Наивные какие-то вот прям так. И что? Кто они для вас такие? Давайте посмотрим. Земной эквивалент. Кто они такие? Люди вокруг. Люди вокруг. Но опять же, какая-то, помните, я говорила, какая-то мигрирующая энергия. Опять же, не какая-то. Это все-таки явно что-то вне понятия разума человеческого. есть энергия, есть энергия, которая, мигрируя в тела, она заставляет мозг человека поддаться искушению, поддаться искушению, навредить другому человеку. И либо, если человек духовно силен и имеет мозги, то он не поддается этому искушению и не вредит. Но есть все-таки люди, которые поддаются искушению и вредят. Они могут быть вокруг. Вокруг. Но я вижу человека, вот вас, да, это та, которая, либо тот, который вызывает у окружающих такие противоречивые чувства. Вас либо любят очень сильно, либо на вашей стороне полностью, на 100%, либо абсолютно противоположность, либо ненавидят другие. То есть, вот такие вот два лагеря. Тут таких среднячков очень мало, редко. Вы вселяете, потому что страх. Потому что вселяете страх. Они хотят перевернуть вашу магию, сами переворачиваются. Странные люди. Что вам вот с этим всем делать? Вы как-то, на вас это влияет? Как это на вас влияет? Давайте так. Как на вас это влияет? Как на вас влияет? Девятка идет. Жезлов. Они, как не стараются, они добавляют вам сердечек. Вот как в игре компьютерной. Они добавляют вам в своем жизни. То есть, либо добавляют вам баллов к вашей карме. Ну вот, я не знаю, как это объяснить. Вот добавляют вам к вашей карме дополнительное количество число баллов. У нас воздействует десятка пентаклей. Ну что тут еще сказать? За это вы получаете бонусы от Вселенной. Ну и аминь. Аминь. Вот вы, смотрите, прошла через, сквозь матрицу Нео. Видите? Вам дают какую-то определенную силу, которая позволяет, как Нео, зависать вот в воздухе. Хотя это не так сила, как просто разум, да? Разум. Подчинить себе разуму. Король мечей. Так, здесь, как знаете, что, есть некая вершина, которая вам интересна. Если вы ее покорите, это будет, это будет, как окончание игры. Окончание злой чьей-то игры. Вот вам покорить бы эту вершину, думаете вы, может быть, не думаете, может быть, это, знаете, как задача души вашей. Вот. Ну вот есть такое что-то, вот сейчас мне говорят. Видите, какой сидит король мечей. Вот его победить. А как вы его победите? Ну, скажите так, чтобы он не услышал, конечно. Вы победите, это... Ой, как интересно, победите, я не скажу. Вы победите его. Да, интересно. Ну, чисто по-женски победите. Это я только что остановила у ребенка, спросила, как это называется. Он говорит, босса победить. Вот. Семерка мечей. Тут хитрость какая-то такая интересная. Может быть, женская хитрость. Вот. Хорошо. Вот. Это, возможно, разум-то и не видит. Ну, вам сейчас показали такую историю, она где-то из тонкого мира. Вот. И где-то там идут эти все интересные войны. На земле эта энергия проявлена в людях, которые вокруг. Они могут вам быть знакомые, незнакомые. Вот. Не судите строго, как говорят. Ну, конечно, у каждого свой сейчас уровень восприятия этого всего. Кто-то судит строго, и он, скорее всего, я не имею права туда лезть. Кто-то не очень строго. Девочка одна тоже написала, что, как я могу не судить... Ну, как же ты написала, я забыла. А как же я могу благодарить этого человека? Так, дякую это ему, як щовин в стильке зла зрубив. Вы имеете право на то, что вы делаете. Да, я имею... Я не имею права лезть туда. Вот. Я могу, конечно, лезть только тогда, когда вижу совсем как неподобающее действие какое-то совсем. Так. Так, дорогие мои. Ну, каждый получит в любом случае по заслугам. И вот верьте, дорогая моя, та, которая знает, что если он творил зло, то он получит. Когда, я не знаю, когда, конечно же. Когда? Ну, разом так уже смотрим. Королева. Когда определит королева. Вы, вот смотрите, вы в двух ипостасях. Королева, королева Пентакли, королева кубков. Когда вы избавитесь от привязанности какой-то. Что-то есть такое все-таки, да? Окей, хорошо. Это было отступление. А мы смотрим дальше. Ваше пространство, кто враг, кто друг. Давайте же посмотрим, кто-то есть. Кто друг? Кто-то есть? Кто друг? Друг в вашем пространстве. Есть друг? Друг. Много друзей. Ну, я бы сказала так, хороших людей. Очень много в вашем окружении. Секундочку. Так, я бы сказала, что здесь очень много людей, которым вы импонируете. То, что говорилось раньше, что вас очень многие любят, и кто-то либо любит, либо ненавидит. Тут больше тех, которым вы нравитесь. И это замечательно. Позже посмотрите, какой. Помните мультик? Как это? Ходячий дом или замок? Ходячий замок. Вот. Ну, конечно, как такого человека не любить? Милое создание, прекрасная, огромная душа. Вот. Ну, как такое не любить? В вашей тени и в вашем доме, в вашем пространстве могут укрыться многие люди. вы замечательный человек с большой открытой душой. Вы позволяете в ваше пространство выходить людям, которые буквально, как там, раскладушку ставят, да, и живут, видите, как много-много-много настроек здесь, в этом домике, в этом замке. Я сейчас вспоминаю этот мультфильм, замечательный, да, насколько там душевный такой аниме. Ну, вот представьте, это вы вот такая, вот целая вселенная для многих людей целая вселенная. Вас невозможно не любить. Конечно же, есть друзья. Вот так вот. А кто, кто ваш самый-самый лучший друг? Давайте смотреть не просто друг, а вот именно кто, ну вот, есть такой человек или нет? Да, есть. Ну, кто-то есть такой, видите как, он как прям вот друг и прорисовался. Помните, да, это из истории графа Дракулы, рука, вот, но она как собачонка, да, вот я бы так сказала. То есть человек, который не претендует на какие-то большие почести от вас, но очень предан вам, да, есть такой человек, есть. Может быть, и не один. Вот, для многих вы просто тот, который ведет к к Богу, да, к своей душе, давайте так говорить, к своей душе или к правильному пониманию Бога. И не только. Есть такой человек, который также готов вас вести к этому, тоже, да, по этому пути. Кто еще? карта, которая на картинке, на титульной картинке, картинке, да, луна. по луне, я так скажу. Хоть вы многие мне будете сейчас противоречить, это ваша мама. Да, вот как бы вы там не говорили, многие девочки сейчас могут возражать о том, что плохие отношения и так далее, вот, все равно говорят. и тут луна все-таки, да, вышла. Это ж не просто женщина, любящая там кубковая королева. Здесь луна, кармический аркал. Вот вы как раз для луны являетесь, вот, рыцарь кубков. Это луна, это ваша, ваша мама. Хотя, я понимаю, что бывают такие горькие судьбы, у которых там совсем трэш. Что ж тогда говорить? Да, так и говорят, что тогда это нужно победить босса, и это не значит победить маму, не дай бог. Это что-то такое, особая, какая-то злая энергия, которая разъединяет вас. Вот он. Это мне малой подсказал, я забыла совсем, как это называется, я остановила видео, переспросила. Говорю, как там у тебя идет, как название в игре, когда нужно дойти до, как самого-самого главного победить, главаря. Вот. И вот тогда будут хорошие отношения, допустим, даже с мамой, когда что-то злое, вот что-то злое, какая-то злая энергетика уйдет. Тут не кто-то, не кого-то победить, а вот именно что-то злое. Еще, кто друг? Кто друг? Друг. тут человек, который, которого скоро может не стать. Это кто? Он один, ходит в темноте. Чувствует себя очень одиноким. Кто друг? Кто это? Кто это? Кто это? Король. Король кубков? Ну, тут такое, знаете, тут говорят, что он сам себя наказал, но он является все-таки другом. Какой-то мужчина, который любит вас, тут идет в душе у него вот эта двойственность, но он как друг все равно. Сколько может, столько и дает, как говорится, что-то такое. Это человек, который сам наказал себя, вот как-то так. Возможно, лишив себя вашего присутствия, в его жизни. И сейчас ему очень горько. Вот почему-то говорят, что он как друг. Семерка идет. Тут какая-то хитрость идет. Хитрость. И тройка жезлов. Здесь математика. Здесь что-то должно закончиться. Математика чисел, да, вот именно идет такая картина, что к этой семерке, да, эта тройка, тройка жезлов, книга раскрытая, сложится в картину завершения. Что-то будет завершено. Ему нужно к этой своей хитрости, к этой своей семерке вора добавить что-то ценное, какой-то план действий и какой-то шаг, ценный шаг, который он добавит в своей жизни, чтобы загладить свою вину. И что? Он сделает это? Ключи идут 10. И будет конец. Вот она десятка, 7 плюс 3, 10. Ну вы посмотрите, идет математика и все, вот как в потоке идет, так и так карты и говорят, что ты права. И будет конец. Но это для него будет все-таки завершение. я не знаю, идет такое дурацкое выражение, дембельский аккорд. Наверное, многие знают, что такое, в общем, вот такое что-то. Но он как и завершает свой путь именно вот этим аккордом в вашу сторону. Вот такое, говорят, друг. Тройка кубков. Он идет на это чистосердечно. От чистого сердца. Что-то он там такое задумал. Такой вот человечек есть какой-то у вас. Ну тут что-то такое, что какая-то старая история. Еще кто друг? Друг. Женщина какая-то. Тут женщина такая с сильной энергией. Она такая домашняя. Она может быть ресурсная очень, талантливая, интересная. Она друг. Вот так вот. На целитель вы с ней обмениваетесь. Видите, как обмениваетесь здесь в карт-ангела, который переливает из сосуда в сосуд. Обмениваетесь различной полезной может быть информацией, идеями, еще там чем-то может быть какими-то вещами. Так, а кто еще друг? Кто еще друг? Покажите нам. Двойка. туз туз кубков. Так, в дверях стоит туз кубков. Это кто? Это еще что-то не проявлено. Это идет император. Вот он еще непроявленный какой-то, непроявленный друг. Ну, опять же, я говорю не про дружбу, а про дружественную энергию. И тут у нас любовь. Человек, который как любовник, так и хороший друг, поддержка. Вот тоже идет такой вот человечек. Вернее, человечек, не человечек, а большой человек. Королева Жезлов. Это кто такая? Это женщина. Какая-то одинокая женщина еще идет. А, это, наверное, вас показывают. Ну, если вы, конечно, сейчас не в отношениях, или же чувствуете себя все-таки, даже если в отношениях, вы чувствуете, что что-то не хватает. Да, как-то я в отношениях и чувствую себя явно не очень счастливой. Колесо фортуны будет так классно крутиться, что запустится некий процесс творческий, это выльется в том, что вы сможете предъявить какой-то зачет. Вот знаете, как зачет миру. Идут подписи каких-то документов. какой-то иллюзия какая-то, но тут же это дает плоды. Такое вот интересное. А, смотрите, тут что-то запускаете вы, вы сама себе друг, между прочим, здесь показывают, вы правильно действуете в нужных таких сложных ситуациях. Это замечательно, потому что когда человек сам себе не друг, он реально себе вредит. Здесь вы показаны как сама себе большая дружественная энергия. То есть это замечательно, конечно же. И хорошо, что так завершают сейчас расклад, потому что вы как что-то создаете, явно влияя на ход своей судьбы максимально. Это не то, что вы идете за колесом фортуны или как следуете в судьбе. Вы реально меняете ее? Вы создаете, создавая что-то, вы надеетесь на чуть-чуть большее? А нет, даже не так. Вот вы думали, что будет три, а получили четыре. Вот так идет. Что-то вы тут создали. вы выиграли борьбу конкурентную, например, да в чем угодно, да, вот что для вас важно, вот вы выигрываете борьбу конкурентную. Почему? Потому что пока другие веселились, вы читали большие книги, талмуды, вы читали целые сторисы, вы читали и познавали и развивали себя. Опять показан человек с большой душой и чистым сердцем. вам совет большой человек с огромной душой и чистым сердцем. Какой совет вам дает? Определиться, определиться, выбрать правильный вектор, направление. Это направление ведет к познанию себя, своей души, даже больше к раскрытию и тут же сближению с душой. получаете от жизни ответ в виде реальных бонусов. Тогда как-то так определиться с вектором движения. здесь нужно вложиться в какой-то процесс, тот, который вам нравится и идти в этом направлении не так максимально обучаясь и тут же на практику, тут же какие-то шаги делать, но не быстрые. это дает большие результаты. Боже, смотрите, что творится. Дает большие результаты. И вот она душа. Это сближает вас действительно с душой? Вот говорят, вот как прийти наконец-то, чтобы услышать свою душу? Вот оно и есть. Это победа. Вы слышите музыку своей души. Мои дорогие, я на этом закончу и буду благодарить вас за ваше присутствие здесь. Энергетика у вас просто потрясная. Я считываю ее и просто радуюсь тому, что я вижу. Благодарю вас за все, за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансовую всех и каждого, кто это делает. Чувствую, вижу каждого. Я желаю вам, мои дорогие, все, что вы вкладываете сюда, пускай в разы больше Вселенной умножает и дарит вам подарками, такими, как вы хотите. То добро пускай вам возвращается. Буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.